всем привет начну наверное с конца потому что я не засняла эти орхидеи предыдущем видео хотя они уже цвели и вот они уже отцветают ну я все-таки успела немножечко заснять они конечно цветы побелели были вот такие вот более желтые яркие это получилось так что нам на нашем заседании одна из наших членов клуба принесла отростки и вот такие вот замечательные цветы распустились вот такие вот отростки она просто посрезала у себя дома и вот так вот я поставила прикрутила и но это было в прошлом месяце его так вот за месяц корешками она просто впилась в это кокосовое волокно и распустилась уже довольно таки долго цветет это я честно говоря не видела чтобы у кого-то она была в коллекции поэтому думаю ладненько надо ее заснять в общем это гибрид магию ну в общем сами почитали да это вот такой вот гибрид еще и называют spider orchid ну очень и очень прикольно им конечно нужно яркое солнце для цветения как и ванды террис которая тоже у меня постоянно цветет но я ее не показываю вот так вот они уже выросли такие вот длинные длинные очень длинные ванды ну в общем да еще вот у меня есть вот такое вот вот это вот она еще принесла тоже не знаю как будет свести ну они все на по внешним данным они немножечко отличаются ванды террис но цветут они практически одинаково и вот еще одна тоже ее отросток вот так вот я его просто засунула в пустой горшок и положила три таких маленьких полен а в общем маленьких кусочка дерева так ну вот вот так вот она распустилась если кто не знает у ванды террис очень очень такой сильный приятный аромат такие вот закрученные цветочки также она по приносила нам спотоглотис спотоглотис вот такой вот желтенький у меня распустился красивые они у него растут разрастаются в саду и вот она решила прорядить свои ряды очень красивый такой желтый насыщенный цвет и там бутончики они постепенно постепенно будут распускаться и вот еще есть вот такая вот расцветка очень они конечно интересные и очень легкие растут у нас у многих просто в огородах ну и я так посадила в горшочки тут вот еще бутончики набираются очень интересные в общем такая вот такое разнообразие наземных до орхидей наверное ну у нас они очень легко растут в нашем климате и еще раз повторюсь что у многих у многих они растут просто так вот впереди дома кто-то высаживает очень красивая это очередная красотка новенькая в моей коллекции посмотрите какие огромные цветы это в общем мой приз мой подарок за позапрошлом месяце когда у нас было заседание нашего клуба по природным орхидеям выбрали моего дендробиум хакуэнси он победил и в общем мне нужен был приз но так оказалось что в это время не было растений и в общем не дали ваучер я поехала и выбрала себе вот такое вот растение в подарок и это гибрид бросового на дозу на котле джинманиань сырулия очень мне она понравилась я вообще любитель бросового на дозы гибридов красивые получаются граммофон чеки ну и такие вот большие цветы первый раз я так понимаю что это растение цветет здесь в два цветочка так утонут в две стороны растет я выбирала он еще был бутончиках ну и вот открылись такие вот граммофоны расцвел еще вот такой вот зигапиталум у меня он когда-то был и я его медленно но уверенно в общем он у меня пошел в архарай и конечно же мне хотелось опять такие темные цветы эту губу и я нашла еще в том году и вот в этом году он у меня расцвел название вот такое очень он мне понравился и вот так вот выдал три новых роста и два из них расцвели очень красивая губа цвет такие темные темные прямо сипали и питалий ну довольно таки он высокий конечно ну вот так вот смотрится его цветы я не успела заснять вот расцветает опять так он часто начал цвести банфилдара и я не успела заснять amazing thailand первый цветочек уже отцветает ну вот так вот простите извините но у меня есть еще одна и она набирает вроде бы как два цветоноса поэтому покажу ее потом в полной красоте ну в общем не успела это наверное потому что дожди и так вот такое вот настроение знаете все оно как-то все мокро все никак все в общем как-то не очень и не хочется и снимать не хочется ничего делать и вот солнышко сегодня выглянуло немножко и вот я решила показать вот такие вот еще красивые цветы 55 цветов такие красивые они конечно обалденно огромная губа сейчас вот по сравнению с рукой до вот смотрите какие огромные цветы очень приятно пахнут они тоже эти цветы но все таки мой кота сет он перебивает он настолько такой вот сильный сильный запах что перебивает все таки хоть и на улице у меня здесь но очень слышно кота сетум очень красивые на мой взгляд очень такой нежный цвет немножечко с таким вот зеленоватым оттенком до название вот такое вот название и так вот он хорошо у меня разросся прям в разные стороны смотрю очень много новых ростиков и здесь кстати да вот здесь вот еще есть пару бутончиков красиво конечно но он весь такой изгибистый такие вот псевдобульбы листья как я не пытаюсь их выравнивать они и изгибаются в общем можно утонуть правда там красота это я покажу но я уже показывала наверно даже не в предыдущем видео раньше целогена спицеуза так и цветет вот она продолжает наращивать бутончики и вот так вот она по кругу по кругу прям столько много уже у неё цветов красиво красиво конечно когда разрастается куртинка и вот так вот со всех сторон цветочки с какой стороны не посмотришь везде цветочки красиво это губа мохнатая но на мой взгляд наверное самая легкая целогена во всяком случае в моем уходе она очень-очень легко цветет растет по сравнению с другими хотя у меня еще есть парочку других но пока что вот это вот меня только радует это я показываю тяжело его показать очень маленькая орхидея очень маленький цветочек но он распустился называется диэндробиум тринервиум и вот так вот он у меня уже года два с маленькой вот этой вот псевдобульбой и вот нарастил в том году вот это впереди стоящую псевдобульбочку и вот такую вот маленькую нарастил и всего один цветочек очень конечно красивый такой цветочек если увеличить так растет в общей массе со всеми орхидеями произрастает в Таиланде и в Малайзии ну на раунд 100 все английский на уровне 100 метров над уровнем моря и цветочки бывают от 1 до 4 ну наверное уже когда разрастется но очень медленно растущая орхидея ну так вот для коллекции есть ну а тут наверху красавица белина так красиво когда много цветов я не ожидала конечно такое красивое цветение в этом году 4 цветочка вместе цветут аромат просто бесподобный такая форма конечно у нее как звездочкой но все равно мне нравится и распустилась у меня вот такая не было ни одной белины теперь у меня получается две белины это обычная форма а это сырулийная форма я ее к покупала когда-то совсем маленькой ну и так вот постепенно постепенно она разрослась и в этом году смотрю тут еще один бутончик очень красивая форма вот если сравнить их две это такая более кругленькая и такое вот конечно здесь более лимонный цвет здесь в общем более нежнее конечно красивая но я пока что запаха у нее вообще не чувствую очень красивая ну и что еще из-за из новинок еще вот распустилась у меня лилия перине ай красотка в этом году она меня порадовала два цветоноса цветочки вот вот только вот наверное второй день как открылись и выпустила она у меня два цветоноса хотя вырастила три новых роста я надеялась что будет три цветоноса ну видно с одной стороны солнышка не было достаточно и вот такая вот красотка маленький кустик миниатюрная орхидея ну средних размеров я имею ввиду и красиво 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 очень цветет на конечно наберет еще немножечко цвет но все равно очень здоровская запах я уже у нее чувствую очень нежный очень приятный ну и что я хотела еще показать из новенького вот распустилась моя одна из стареньких ванночек очень не понравилась эта посадка яхта пересаживала все в эти горшочки и вот так вот она красивые яркие такие цветочки очень благодарная ванночка и что из новинок я хотела показать это вот такой вот у меня появился катасетум я когда ездила за своим за своей призовой орхидеи я купила себе вот такой вот новый катасетум это вот такое вот в общем название я когда увидела что что это цикнодос я очень-очень их люблю мне вот этот вот форму очень нравится цветочки конечно были такие какие-то плоские некрасивые когда начал открываться цветонос ну открылись и просто я в восторге красиво правда был еще один цветочек но он засох я повесила его под крышу или не хватало видно питания но я быстренько напоила и раскрыли сразу эти цветы классные запах присутствует очень и очень приятный я очень рада что она у меня появилась коллекции я ищу цикнодос и мне они очень нравятся посмотрим что у меня расцветет в этом году в общем вот такие вот новости ну наверное на этом буду уже прощаться и желаю всем чтобы ваши цветочки радовали вас всем любви и счастья